Всем привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Какое-то странное совпадение, что в моей... У меня, кстати, новый цвет волос, да. У меня новый цвет волос, и мое мнение, чем я красила, что, почему и как, вы можете увидеть в предыдущем видео, или ссылочку на это видео я оставлю под своим видео. Вот, и в предыдущем, кстати, видео у меня были проблемы с картой памяти. У меня там все пошло наперекосяк. И сейчас я тоже начинаю вам снимать этот влог, и у меня все идет наперекосяк. Мне пришлось тоже отформатировать карту, представляете? Хорошо, что вчера я только с этой камерой все скинула. Итак, что сегодня у нас за планы? Сегодня я иду делать уколы красоты. Говорю, что делать я иду впервые, потому что впервые я иду делать, ну, прям по-настоящему. То есть цель моя, да, убрать, там, может быть, ботокс сделать, или сейчас по-другому как-то называется, какой-то препарат. Губки немножко подровнять, да, там, биоревитализация, которая, понимаете, вот так вот прям делается, вот везде-везде-везде. Я делала однажды, как бы называется, уколы красоты. И, по-моему, даже это называлось биоревитализацией. Но она была очень простая, эта процедура. Одной тупой иглой делалась, конюлей. Может быть, кто-то знает. У меня было видео. Но я не считаю это за укол красоты, потому что там, как бы, просто мне сделали прокол без анестезии, без ничего. Это не было там больно как-то, да. Просто ввели вот так вот иглу какую-то тупую. И просто вот так вот немного в три точки там или пять точек ввели гиалуронку, увлажнение такое изнутри, да. И типа она, ну, само должно было все рассосаться. И, честно, никаких таких кардинальных изменений со своим лицом я не увидела. Вот так, чтобы я такая, о, помолодела. Поэтому я вот ту процедуру вообще не считаю, что я колола себе что-то, да. Мне кажется, что уже посерьезно. Хотя губы делала, да, уколы красоты. Ну, я имею в виду не то, что я там впервые такая прям нетронутое лицо там, да. А именно, впервые вот именно такие процедуры. И для меня просто страшно. Я боюсь боли. Я надеюсь, что это не больно. Но, девочки, все, кто у меня делали, говорят, что это не больно, все нормально. Вот. Мне вообще интересно, сколько оно будет держаться. Увижу я ли результат. Короче, смысл в том, что хочу сделать биовитализацию. Хочу ботокс, да, или вот этот дискорд называется, или дисперт, какой-то препарат новый, да. Хочу подровнять губы. Не увеличить, подровнять. Сейчас я пойду к мастеру, который я знаю, у которого я делала губы, у которой делали девочки мои знакомые, да, которого у нас в Ростове любят, хвалят. Вот. У нее свой салон красоты. Ну вот, она обучает также этим всем. Но суть не в этом. Это не реклама, как бы. Я иду за свои деньги, все плачу. Сама скажу вам, сколько потом все это дело выйдет. Смысл в том, что она большой профессионал, у нее больше 20 лет стажа. И поэтому, ну и вообще я знаю ее, да, как человека, как мастера. Я ей доверяю, поэтому в первую очередь я сейчас приду, покажу свое лицо, скажу, что я хочу и что она мне посоветует. Может быть, это не сразу в один раз все сделается. Может быть, какие-то будут этапы. Сейчас мы сделаем это, а потом мы сделаем это. Она мне посоветует. Может, какие-то новые препараты вообще на рынке появились, которые классный эффект делают какой-то. Я готова доплатить. Я готова, чтобы это было дороже, но только чтобы это было тоненькими иглами, все не больно, и препараты были качественные и дорогие. То есть вот я знаю, что у нее это должно все быть. Поэтому мы узнаем все сейчас, и я вам уже расскажу. А что я хочу? Так я хочу, чтобы мое лицо стало как будто после фотошопа. Знаете, косметолог так поработал над ним, чтобы как после фотошопа, чтобы когда я снимаю видео и делаю скриншоты, я не убирала морщинки тут под глазами, вот здесь вот не убирала все вот это. А то уже все как-то ползет вниз. Надоело. Вот к Новому году хочу привести себя в порядок и попробовать впервые процедуры, которые я еще не пробовала для яйца. Так что кому это интересно, оставайтесь со мной. Поехали. Ну что, крошки мои, я пришла, проконсультировалась с мастером, и в общем мы решили, что мы будем делать курс бериовитализации. У меня не все так плачевно, и мы будем делать... Геон. Геон 1,2%, 1 мл гиалуроновой кислоты. Вот, да, то есть такое по лайту, потому что не все так плачевно, да, и меня это, конечно же, радует. Сделаем курс, 3 процедуры. Один раз в 2 недели. Один раз в 2 недели. Ага, все это дело напитается у меня. Ну и уже частью идет морщинок там, да, каких-то вот, что-то там уже улучшится. И потом, 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 уже будем смотреть... А потом бутылотоксины, может быть, остановим слегка мимику, слегка, слегка. Да, это вот то, что у меня заломы, то, что я говорю. Ну и губки мы сейчас сделаем, тоже, может быть, половинкой. Что, кстати, меня спрашивают часто, что я калю? Как называется? Ювидерм Смайл. Ювидерм Смайл. Он с ледокаином уже входит, да? Да, 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 он самостатик. Поэтому вот он менее, вот в 2 раза даже, или в 3, девочки, он менее болючий. Да, он вообще не болючий. Вообще, если хорошо обеспорить, анестетиком местно, препараться анестетиком в гиалуроновой кислоте, когда его начинаешь водить, он сразу местно губы обезболивает еще дополнительно и совсем не бедно. Да, я помню, что мне очень комфортно было, а я до этого боялась все время эти губы делать, потому что вечный стресс. Вот, сейчас мы делаем обезболивание. Я не знаю, терпимо для меня, конечно, бериавитализация будет или нет, но я сейчас не хочу рисковать. Делать будем тоненькой иголочкой, я попросила. Я покажу, какой диаметр. Это самая маленькая, потому что большую не берется, препарат будет выходить наружу, то есть не в кожу. Если толсто, чем толще иголочка внутри, тем меньше попадает в кожу. Поэтому самая малюсенькая, тонюсенькая иголочка. Да, она дорогая, но нужна только такая. А сколько потом этот процесс заживления будет идти? И вообще вот я вот... Два-четыре дня капула будет на лице. Но в чем прелесть еще этого препарата? Он практически никогда не бывает на нем синяков. Ну, то есть очень комфортно. Сейчас может быть легкое покраснение на анестезию, ну, потому что все-таки не так она прям хорошо полезна. Ну, которая проедет в течении максимум получаться. А вообще есть девочки, кто без анестезии делает, да? Да, они делают без анестезии. Надо будет потом как-нибудь попробовать. И вообще спросить у тех, кто делает как-то. Ну, многие, конечно, с анестезией. Ой, ну, все, поехали. Лежим 15 минут, потом начинаем. Чувствую сейчас некое покалывание небольшое, но я думаю, что эта анестезия начала свою работу. Пока все комфортно, все хорошо. Прошло минут 10. Ощущение такое, что у меня замороженное лицо. Холодом, как будто, знаете, вот на морозе. Лицо на морозе. Прикольно. Мое лицо дало реакцию на анестетик, чуть-чуть покраснело, поэтому мы сняли и начинаем делать. И анестетик, мастер сказал, они в полную силу работают, так что отчасти я, наверное, почувствую сейчас. Попищу. Попищу? Я не хочу пищать. А может и нет. А может и нет. Ну ладно. Так, вот такой вот шприц у нас, да? Вон там супер мини-иголочка вообще. Ну там вот тонюсенькая-тонюсенькая. Да, не видно даже ее. Ну все. Мне кажется, я без анестезии с такой иголочкой. Да, 33G, но это очень тоненький. 0,20 мм в диаметре, короче, она там гипертонюсенькая. Гипертонюсенькая. Ну это самая тонкая игла, которая используется. Нано-игл это. Вот такие хорошие иголочки. Фух, ну что, девочки, меня прокололи. Проколов было где-то штук 200, мне кажется. Ну 100 точно было. Хорошо, что это быстро все. Это столько, минут 10, наверное. Да, мастер быстро, вот это хорошо, да? Мне кажется, если какой-то новенький будет делать или с маленьким стажем, может эта процедура затянуться. Было очень быстро все хорошо. У меня анестезия наполовину была где-то. Я все чувствовала, каждый прокол, везде. Неприятнее всего вот в этой части и вот на сагубке. Да, и вот здесь еще тоже. Как будто вообще не было тут анестезии. Но в принципе терпимо. Я понимаю примерно, что девочки терпят. Девочки, держитесь. И, блин, только с анестезией. В следующий раз мы попробуем другую анестезию. Ну, потому что на эту реакцию у меня была анестезии разные. Не знаю, как я сейчас выгляжу, сейчас в зеркало посмотрю. Вот так классно. Иди ко мне, пойдем сфотографируем. Так, ну что, сделали мне губки. Они сейчас опухшие, конечно же, чуть-чуть, да? Правильно? Они же чуть-чуть подспадут. Вот, сделали немного новую форму, чуть-чуть добавили. Сделали всего лишь половинку, чтобы вы понимали. Но потом увидите уже, как оно будет. Вот, знаете, боль от губ. Я знаю, какая она уже. Я к ней готова. И это для меня, знаете, как вот это эпиляцию делать. Не больно, не чувствуешь. Вот. Вот если сравнивать губы, когда мне делали раньше, то губы делать, которые раньше мне делали, их больнее, чем биреовитализация, да? А если сравнивать губы, которые делают сейчас, то биреовитализация чуть-чуть больней, потому что она незнакомая мне, боль такая, да, по всему лицу. И это вообще самые безболезненные губы, которые делает мне Таисия. За это ей огромное спасибо. Можно всегда приходить. Вот, чаще. Мне нравится формочка новая. В общем, будем смотреть, как все заживает потихонечку. Вот. Папулки, в принципе, ну, их видно, конечно, вот так, да. На свидание не пойдешь. Но посмотрим, сколько будет по времени заживать. Слушайте, удивительно, как половинка, да, губы вообще просто изменила мои губы. Не, ну, понятно, что она сдуется еще чуть-чуть, потому что это анестезия как бы. И плюс там это, ну, все равно мне так нравится. Прикольненько. Вот. В общем, все терпимо, все нормально. И, конечно же, курс будет из трех процедур. И я приду еще. Надеюсь, другая анестезия не будет давать такую аллергическую реакцию на меня. Она даже говорит, что я, говорит, за всю свою практику, наверное, даже первый раз увидела такую реакцию, что прям вот так среагировало лицо. То есть реакция бывает у других, но не такая вот. У тебя, говорит, очень быстро и прям сильно так покраснело лицо, поэтому она сразу ее убрала. Но, в принципе, терпимо. Но совсем без анестезии, наверное, трындец. Вот. И благо, что это все очень быстро длится, да, и губы, и все, и прям вот наслаждение. Поэтому у Таисии у нее больше 20 лет стажа, поэтому я ей прям полностью доверяю. Ей доверяют многие наши модницы, красотки. Гламурец девчонки Ростова. Вот. Все, сейчас я еду домой. Вообще, мне надо было бы по магазинкам бы, но что-то мне не хочется в таком виде сильно шататься. Сейчас я приду домой, с мамой переговорю. Вот. Хочется, просто с малым хотелось бы выйти, с одной стороны. А, еще я взяла все препараты, потому что вы часто спрашиваете меня, Селена, что ты колешь, там туда-сюда. Я взяла все препараты, коробочка. Я вам сюда вставлю все это дело. Вот. И приду домой, короче, вставлю. И это, короче, пока доеду, может, у меня еще какие мысли появятся, и я вам скажу. Хотя, что, я с вами пока это видео не заканчиваю, посмотрим, что будет завтра и послезавтра с лицом, да, через сколько все это сойдет, чтобы я вот вообще комфортно себя чувствовала. Ну, губы они вообще быстро должны, хотя у кого-то неделю заживают. Но у меня, видите, ни синячков, ничего нет. Вот. Я думаю, все быстро. Хотя я люблю, честно говоря, первые дни после того, как сделала губы, вот. И мы, да, остались ей вместе. Она говорит, хорошая форма губ у меня, да, и все хорошо, и объем есть, видно. Просто не хватало губам моим немножко, знаете, ну, как бы оформить, украсить уже их, да. То есть они все нормально, все классно, но вот чуть-чуть как бы подретушировать, вот можно так сказать. И поэтому она чуть-чуть сделала, мы даже думали еще не целую половину будем делать, а будем делать чуть-чуть, и останется еще, может, в носогубке чуть-чуть добавить. Но она говорит, я тебе в губы сделаю целую половинку. Я говорю, я так рассчитывала, целую половинку. Все, теперь мне не нужно губы мазать три дня. Вот, не пить, не есть горячее, потому что филер не любит горячее. Филер, да. Вот, и все. В общем-то, наблюдаем, буду включаться, нет-нет, и говорить вам свои ощущения, ощущения. Кстати, что я торможу? Сейчас посмотрела, на маску лежит. Я же могу маску одеть и ходить, губы спрятать, да. Хотя, с другой стороны, у меня же кольчики вот здесь, не хочется ничем елозить по лицу. Вот такая вот задача. Сейчас уже съездила в магазинчик, смотрю за своим лицом, решила вам снять с телефона. Может быть, более детально как-то будет все видно, папулы, вот эти все. Вот что мне нравится, что здесь детальная проработка, вот конкретных, видите, под глазками, вот здесь вот везде детальная проработка. Конюлей, конечно, такого не было. По ценам, девочки, все забываю сказать. Я заплатила 12 500, 7 500 это были губы, половинка. И 5000 биоревитализация. Вот, ну вот еще две процедуры я сделаю, по 5000 получается. Губы больше не буду делать, но потом уже будем филер колоть туда-сюда, посмотрим, где надо, да. И вот этот вот ботокс, чтобы мимички не было вот здесь у меня. Целый шприц, получается, в губы стоит 13. Я когда делала 2 года назад, наверное, или 3, я уже не помню, время очень быстро бежит, было 12. Сейчас, видимо, чуть-чуть подорожание, 13. Вот, именно вот этим препаратом. Но им, честно, ну прям реально, можно сказать, по сравнению с тем, что было, прям удовольствие делать губы, не страшно совершенно. И биоревитализация больнее мне была. Ну, с учетом того, что анестезии почти у меня не было. Так, девчонки, сохраню это здесь, чтобы вы не спрашивали меня, чем делаю, потому что я не запоминаю. Вот такой препарат. Вот показываю ультра смайл, да, вот это, это то, чем мне губы делали. Так, и вот еще какая-то, что это такое? А, ювидерм, ультра. Вот, в общем, все, что она мне дала, все вам показываю. Ой, тут даже две иголочки еще в коробке остались. Они, наверное, не нужны были. Короче, вот. Доброе утро, мои хорошие. День следующий. Смотрю на себя в зеркало. Губки у меня еще опухшие. Ну, в принципе, комфортно себя чувствую. Все равно, там, фотографируюсь, что-нибудь делаю на видео. Мне нравится. Не сильно бросаются в глаза. Кое-кто даже вообще не заметил, что я делала что-то с лицом и делала что-то с губами. Только цвет волос увидел. Что касается вот этих пупырышек, которые от уколчиков, да, остались. Они тоже как бы 2-3 дня, 4, может быть, да, у кого-то. Но я встала утром, посмотрела, вообще ничего не увидела. Я только если приглядеться, я увидела вот под глазами. Я такая немного взбухшая. Просто поздно вчера очень легла и сегодня поздно проснулась. И немного такая опухшая. Только вот пью кошечку-куружечку кофе первую. Кошечку-куружечку. Видите, заговариваюсь еще. И я увидела, что у меня на взбухших моих вот этих под глазами, коим редко бывает, а в последнее время частенько, видно вот эти вот укольчики. Но мне кажется, сейчас уже еще менее видно. Вот вы на меня, наверное, смотрите и даже не видите, что я что-то делала с лицом, были какие-то уколы. Это меня радует, что заживление достаточно быстрое, что я могу спокойно снимать видосы, и это не тормозит, да, весь процесс моей работы. Это хорошо. Следующая процедура будет через 2 недели. Я буду делать курс. Через 2 недели это будет где-то у нас число 22-23, как раз перед Новым годом. А следующая уже будет после Нового года. Вот. Я вся в предвкушении. Я сейчас пока еще буду с вами, буду снимать это видео, буду показывать, может быть, что вечером, что завтра на следующий день. Пока есть видео, я вам пока одно, второе выложу видео, да, параллельно снимаю это. Вот. Чтобы как можно больше показать времени, последствий именно под этих инъекций, да, этих уколов, красоты. В целом я очень довольна. И вообще, когда, вот правда, мастер даже делала мне, и она говорит, когда чуть-чуть там больно где-то, она такая, терпи, терпи. И результат того стоит, вот. И я как бы в ожидании результата, и даже уже сегодня я понимаю, что да, ну и так больно все было, все очень даже терпимо, как бы, да, действительно, я хочу, хочу результат, хочу более увлажненную, упитанную, упитанную, да, пропитанную кожу, чтобы она хорошо выглядела. А, крошки, забыла еще сказать, сейчас еду просто в темноте, в Мегу вдруг вот мне приспичило, поехали. Попробка. Пока медленно едем, скажу, почему я не снимала весь процесс. Я сейчас думаю над обложкой, какую вам обложку сделать. Я думаю, было бы классно себе процесс, хотя бы немного подсняла. Но, честно говоря, я так переживала и так боялась, что я все это время, пока вот делались уколы, я была очень напряжена. У меня были схвачены вот так вот руки, знаете, я камеру держала вот так вот в руках, просто, да, закрыла глаза просто, и вот стиснула зубы, все как бы, да, и в голове себе представляю, ой, как больно, больно, терпела, терпим, терпим, вот сейчас будет прокол, вот сейчас будет больно. На самом деле все намного проще, чем кажется, но у меня все время было напряжение в руках, поэтому я не смогла расслабиться, чтобы просто хотя бы камеру держать в руках. Может быть, в следующий раз чуть-чуть подсниму. Это уже будет во влоге, я уже не буду делать отдельное видео, это, да, дело, вы уже все знаете. Вот, ну вот во влоге, может быть, удастся где-то подснять, я подсниму. Но в этот раз я очень была напряжена, и я боялась, боялась упустить контроль мысленный над всем делом. Мне кажется, пока я все контролирую, все замечательно происходит. Ну что, мои хорошие, доброго дня. День четвертый, и четвертый день, я думаю, я поделюсь со всеми, со всеми своими ощущениями, и будем с вами прощаться. Итак, что касается лица, то эти папулы у меня прошли еще вчера, то есть на второй день их почти не было видно, хотя Стане созвонилась, она вроде такая, а вижу, вижу там что-то это, хотя я смотрю в зеркало, ничего не вижу. На третий день понятно, что уже вообще ничего не видно, и сегодня четвертый день, я прекрасно могу выходить, и думаю, что уже могу краситься, хотя, честно говоря, мастер все мне сказала, но у меня все вылетело из головы вообще, что, как можно, чем мазать, сколько мазать, когда можно краситься, поэтому я, в принципе, просто вот три дня не красилась, ну и сегодня, возможно, там, да, накрашусь, если буду выходить. Вот, что касается, значит, лица, то никаких проблем, ничего, никаких побочек, ничего такого страшного, ужасного я не увидела. Классно, да? То есть, ну, по лицу, наверное, нужно будет судить, именно когда мы пройдем полный курс, да, все это делаем, и все сделаем, да, у нас только одна процедура прошла. Вот, ну, это Таня, она вот разбирается вот со всем этим, она вот прям со стороны смотрит, и она, конечно, говорит, о, вот это, вот это, она тоже, кстати, собирается пойти, точнее, вот это видео, когда я вам выпущу, она уже сегодня тоже собирается делать что-то с лицом, то ли биреовитализацию, то ли мезо что-то, я не знаю, поэтому и она будет снимать отдельное видео, если вам интересно, и мне очень интересно, то я ссылку на Таню оставлю под видео, посмотрите, что она сделает со своим лицом, и какие отзывы, и что будет говорить и показывать нам она. Любопытно, мне теперь все с омоложением, вот этим всем делом, увлажнением, все интересно. Что касается губ, тоже губы себя хорошо чувствуют, три дня я не пила горячее и ничем не мазала, губы вот, конечно, на второй день уже такое где-то, на второй, на третий сохнут, прям очень сохнут, и я их обгрызаю, обгрызаю, хотя этого делать нельзя, ну и аккуратно, вот, и я, знаете, не хотела увеличивать губы, но все равно они чутка увеличились, да, и я вспомнила, как я люблю пухлые губы, я поэтому, в принципе, рада, удовлетворена, вот, видите, половиночку мне сделали, и половиночки просто, то есть с половиночки видно, как увеличились мои губы, но это потому, что они у меня уже, в принципе, были полные, да, и в основном, я думаю, основная часть пошла именно наверх, вниз мы немного добавили. Вот, что еще, по поводу цвета своих волос, я начинаю к ним привыкать, они мне нравятся, единственный момент, что я теперь не очень удобно мне подбирать одежду, потому что у меня очень много темной одежды, каких-то таких цветов, которые именно гармонируют с блондинкой, да, и подчеркивают, а этот цвет волос, такое ощущение, что я все сразу такая сливаюсь, реально становлюсь серой мыхой, вот, но ничего, вот, например, вот этот костюм я одела домашний, и, по-моему, очень даже ничего. Ну, мне нравится, мне нравится, и я, кстати, посмотрела сейчас отзывы ваше видео, где я окрашивала волосы, и прям большинство, огромное, подавляющее большинство, говорит, что цвет благородный, классный, супер-пуперский. Но перед Новым годом я все равно собираюсь покраситься, и все равно хочу немного цвет холодней, какой-то поинтересней, может быть, с розовинкой какой-то, ну, вот, восьмой уровень мне, в принципе, нравится. Восьмой, можно и девятый попробовать все-таки посветлее волосы, да, чтобы были. А еще я в ТикТоке недавно смотрела свои фотки, все где блондинка с холодным таким, с длинными волосами, с холодным блондом, и думаю, какой кайф, какая няшечка с длинными волосами, такая прям девочка-девочка. Единственное, что у меня везде были наращенные ресницы, это ужасно, я вот смотрю, и такие глаза тяжелые были, вообще не кайф, ресницы больше не буду делать, во всяком случае, в ближайшее время точно на старые видео-фото смотрю, мне не нравится. Вот, так что посмотрим, что будет дальше. Пока я полностью довольна, мне нравится моя внешность, мое обновление, я чувствую себя прям, прям супер-пупер, вообще прям классно, прям как будто, знаете, не нужно использовать маску. Мы все время используем в Инстаграме маски, да, там увеличивает губки, подтягивает здесь, там сглаживает лицо, а я могу без маски снимать. Я вообще стараюсь в основном снимать из Торисы, все без маски, то есть у меня 90% это я не использую никаких масок, и я прям кайфую, потому что реально зайдешь в Инстаграм, все используют маски, и не поймешь, блин, а на самом деле как человек сейчас выглядит, да, ну, это, конечно, большая помощь, когда ты не накрашен, там у тебя синяки под глазами, а тебе нужно сказать важную информацию, то ты масочку одел, и все. Короче, ладно, у меня ремонты, и следующее видео, это будет, скорее всего, видеовлог, вот, у меня тут подарочек к Новому году прибывает сегодня, да, в ближайшее время его установят, но я начну снимать вам блог, вот, подарочек, который пришел мне, вот, ну и посмотрим, может даже с этим подарочком как-то обновляться мои видео, я попытаюсь что-то придумать, в общем, это интрига-сюрприз, но подарки начинают поступать, к селению начинают поступать новогодние подарки, очень приятно, вот, все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео, пишите ваш опыт, пожалуйста, в комментариях, кто что делал, кому какие результаты нравятся, вот, по именно омоложению, вот эта переавитализация, там, да, и так далее, с вас обязательно подписочка и лайк этому видео, все, я вас люблю, целую, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok